Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как записать свою акустическую гитару без какого-либо профессионального оборудования. Допустим, перед вами стоит задача записать ролик для Инстаграм или ТикТока. Вы хотите записать акустическую гитару, но у вас нет ни конденсаторного микрофона, ни звуковой карты, ни профессиональной видеокамеры. Но в принципе, чтобы осуществить поставленную задачу, можно обойтись и без этого. Конечно же, звук, записанный с помощью конденсаторного микрофона в звуковую карту, будет отличным. Но если вы все свои карманы и накопления потратили на гитару, тут уже надо выкручиваться под ручными средствами. Сейчас почти у всех есть смартфоны. Нам нужно два. Второй вы можете спросить у друга, у девушки, у брата, у соседа, да в принципе у кого угодно. Выбираем тот, у которого камера получше. Именно на него мы будем записывать видео. И кстати, сейчас мы пишем на смартфон с самой лучшей камерой, ну, которую мы нашли у себя в квартире. Ну а свой допотопный смартфон я буду использовать для записи звука, в принципе, как и сейчас. Так почему надо использовать одновременно два гаджета, а не просто взять и на один сразу запилить видео и аудио? Все потому, что диктофон должен лежать максимально близко к инструменту, чтобы запись получилась качественной. А камера чаще всего находится на расстоянии и может поймать кучу шумов. Итак, неважно где вы находитесь, любое пространство можно оборудовать под небольшую комнату для записи. Так сказать, сделать домашнюю студию своими руками. Что вам может понадобиться? Можно засунуть телефон в шапку. Ваш головной убор будет выполнять функцию поп-стопера. Далее делаем стойку, на которой будет лежать телефон. Желательно разместить его на уровне резонаторного отверстия. Чем ближе, тем звук будет записан лучше. А по бокам, кстати, можно повесить одеяло, чтобы звук не гулял в комнате. Ну а дальше все безумно просто. Скидываем все файлы в один видеоредактор. Либо на свой ПК, либо на тот же самый смартфон. И, конечно же, синхроним картинку со звуком. Скидываем все файлы. Конечно же, нужно поработать над звуком. Накидываете эквалайзер, крутите ручки до того момента, пока вам не понравится глубина звука, можно добавить чуть-чуть реверба. И на выходе вы получите вполне сносное звучание. А сейчас вы услышите то, что получилось у нас. Поехали! Ну что, давайте запишем звук на диктофон. И одновременно с этим звук будет писаться через конденсаторный микрофон. А дальше сравним, что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если тебе понравилось это видео, подписывайся на наш канал, ставь лайк, комментируй и отправляй это видео всем своим друзьям. Тебе не трудно, нам приятно. Всем мир впитывай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok